Всемирная организация здравоохранения рекомендует провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с человеком, инфицированным ОСП и обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения, медицинских работников, сотрудников лабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнёров. Эту вспышку можно погасить, если страны, общество и каждый человек будут осведомлены, серьёзно отнесутся к рискам и примут меры, необходимые, чтобы остановить распространение вируса и защитить уязвимые группы. В Канаде, Европейском Союзе и США для предотвращения ОСП и обезьян официально одобрена вакцина МВАБН. Ещё две вакцины находятся на стадии оценки эффективности. Но, по словам главы ВОЗ, данных об эффективности вакцины от ОСП и обезьян и о том, сколько может понадобиться ДОС, всё ещё не хватает. 98% случаев заражения приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Но инфекция передаётся при тесном контакте с кожей, поэтому заразиться может любой человек, имевший физический контакт с носителем вируса. ОСП и обезьян может распространяться в домашних условиях, например, при объятиях и поцелуях, а также через полотенце или постельное бельё. В настоящее время более 70% зарегистрированных случаев заражения приходится на Европейский Союз, 25% на страны Америки. Пятеро заразившихся ОСП и обезьян умерли. Продолжение следует...